Продолжение следует... А вы в курсе, что Сочи занимает одну из лидирующих позиций в стране по количеству машин на душу населения? Как это влияет на дорожную обстановку и какова вообще обстановка на автодорогах курорта? Выясним сегодня. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе». Я Ольга Десятова. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. Культура вождения, пьянство за рулем, работа эвакуаторов и основные причины ДТП на дорогах курорта. Эти и другие вопросы мы сегодня обсудим с гостем в нашей студии, начальником отдела ГИБДД УВД по городу Сочи, подполковником полиции Олегом Федотовым. Олег Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Ну, действительно, на дорогах Сочи всегда много автомобилей и на личном транспорте передвигаются и местные жители, плюс отдыхающие тоже предпочитают на Черноморское побережье приезжать тоже на своих личных машинах. Ну и, конечно, там, где много машин, там и большая вероятность аварий. И залогом безопасности на дорогах может быть, конечно, культура вождения, как мне кажется. Есть ли у наших водителей эта самая культура вождения, по вашему мнению? Ну, я начну с того, что действительно уровень автомобилизации в городе Сочи, Сочи занимает первое место в России по уровню автомобилизации. Мы давно уже обогнали такие крупные города, как Москва и Питер. Значит, много к Олимпиаде у нас было построено дорог, но, тем не менее, только в городе Сочи зарегистрировано более 200 тысяч единиц транспорта. Это не говоря о том транспорте, который пребывают у нас отдыхающие наши. Значит, что касается аварийности в городе Сочи. В прошлом году за весь год, я вот немножко возьму статистику, значит, произошло 453 дорожно-транспортных происшествия, в которых 81 человек у нас погиб, 583 было ранено. Несмотря на то, что аварийность в 2015 году пошла на снижение, то есть в сравнении с 2014 годом было заметное уменьшение количества как самих аварий, так и погибших и ранних. Тем не менее, этот вопрос очень серьезный, так как жизнь наших людей, конечно, это основная задача наша по сохранению здоровья и жизни наших граждан. А причины ДТП, какие из основных можете озвучить, может быть, несколько? Ну, основные причины дорожно-транспортных происшествий, в связи с спецификой нашего города, отдыхающие, двигающиеся по Лазаревскому району, там, где у нас серпантин, порой не имеют навыков такого вождения. И основная масса, конечно, дорожно-транспортных происшествий с иногородними водителями у нас происходит в Лазаревском районе. Ну и вот, да, позвольте, приведу пример. Вот одна из недавних, это смертельная ДТП в поселке Лазаревска. Водитель, следовавший из Таврополя, уснул за рулем. Вот это, о чем вы как раз вы говорите. Это было ДТП, где два человека у нас погибло, три получили тяжелые травмы. Причина этого дорожно-транспортного происшествия явилась усталость водителя. Женщина просто заснула за рулем. То есть она двигалась длительное время, не остановились они, к сожалению, для отдыха. И вот такой результат этого дорожно-транспортного происшествия. Ну и особенности горный рельеф тоже, наверняка. Горный рельеф, конечно, как я уже сказал. Ну и, конечно, один из факторов, это у нас превышение порой скоростного режима. Много у нас новых дорог построено, развязок. В настоящее время по городу очень хорошего качества наши дороги. И наши жители и гости, скажу так, иногда пренебрегают и увеличивают скорость. В результате, не справившись с управлением, допускают такие дорожно-транспортные происшествия. А пьянство за рулем как часто становится причиной ДТП? И сегодня законодательство в отношении водителей, которые сели за руль под шофе, оно, конечно, ужесточилось. В нашем городе, как обстоит дело, часто ли наши сочинские водители садятся за руль пьяными в состоянии алкогольного опьянения? Есть ли какие-то прецеденты? Может быть, до уголовной ответственности дошло? Ну, с 1 июля 2015 года вступил в силу изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, где статьей 264 Прим-1 предусмотрена уголовная ответственность за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Согласно этой статье, там уже предусмотрено штраф в размере 200 тысяч рублей, либо исправительные работы тоже со штрафом. И, соответственно, лишение права управления. Таких водителей уже с 1 июля было выявлено 45 фактов. По 20 из них уже приняты решения судами. 25 пока находятся еще на рассмотрении. Вы озвучили статистику по ДТП. А как часто страдают дети? И основные причины, может быть, не пользуются автокреслом или еще что-то? В прошлом году с участием детей у нас было зарегистрировано 41 дорожно-транспортное происшествие. 45 детей в них пострадало. И один ребенок у нас погиб. Значит, также я хочу отметить, что работа госавтоинспекции была направлена на профилактику данного вида происшествий. Добились мы снижения. Но, тем не менее, дети – это у нас особая категория, на которую госавтоинспекция в целом, мы обращаем особое внимание, проводится масса профилактических мероприятий касаемо этой категории участников дорожного движения. Что касается детских кресел. Можете дать совет, как лучше выбрать, может быть, родителям? Как лучше использовать? В каком возрасте? Ну, все зависит, наверное, от самого ребенка, то есть от его возраста, веса. Ребенка до 14 лет, согласно правилам дорожного движения, необходимо перевозить в удерживающих устройствах. Значит, выбрать его, ну, наверное, это все-таки при выборе данных устройств, при приобретении их. Необходимо у продавцов все-таки посмотреть разрешительные документы касаемо сертификации данных устройств. И, конечно же, уже, как я уже сказал, все зависит от вкуса родителя. Если оно соответствует безопасности дорожного движения, то есть все нормы соблюдены при изготовлении его, все это будет прописано в документах при покупке данных устройств. Ну, я знаю, что много рейдов проводится именно по наличию или отсутствию автокресел. Да, рейды госавтоинспекции проводим мы на регулярной основе. Значит, предусмотрена ответственность, согласно административного кодекса, по статье 12.23. Большое количество все-таки мы, ну, не сильно большое, но выявляем мы такие нарушения. Выходим мы в средствах массовой информации, много говорим об этом, но, к сожалению, факты перевозки детей без удерживающих устройств еще, конечно, имеют место. Ну, а что говорят водители, когда останавливаете ребенок, сидит не в детском кресле? Как оправдываются? Ну, оправдываются разные причины, что нам там проехать небольшое расстояние нужно, то ли родители забирают ребенка из школы до дома проехать. Ну, причины разные, но, конечно, это не дает повода для того, чтобы не использовать эти удерживающие устройства. Да, абсолютно верно. Ну, еще, Олег Владимирович, в феврале текущего года вступили в силу изменения в кодекс об административных правонарушениях, касающиеся водителей-инвалидов, в том числе в крае и в Сочи действует краевая целевая программа «Доступная среда», тоже касающаяся людей с ограниченными возможностями здоровья. И, насколько известно, теперь инспектор ГИБДД вправе требовать документы у водителей, которые подтверждают инвалидность. То есть на каком основании он крепит вот этот самый желтый значок «инвалид», который позволяет ему также парковаться на специально выделенных местах для инвалидов. Какая работа в этом направлении ведется? Много ли у нас нарушителей вот именно в этой части? Ну, правила дорожного движения устанавливают особые требования к транспортным средствам, управляемые инвалидами первой и второй группы. Кроме того, льготы распространяются на транспортные средства, перевозящие инвалидов первой и второй группы, а также детей инвалидов. Значит, на данных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «инвалид» размером 15 на 15 сантиметров. Один останавливается на автомобиле сзади, с другой спереди. Значит, ну, хочу сказать, что некоторые водители у нас пренебрегают, вешают эти знаки, мы понимаем, что это дает определенные льготы, и водители пользуются этими знаками, вешают для того, чтобы получить какие-то послабления при выявлении этих нарушений. Значит, 6 февраля 2016 года это постановление правительства Российской Федерации номер 23, что инвалид должен, обязан иметь при себе документы, либо лицо, которое перевозит инвалида. Поэтому рейдовые мероприятия у нас проводятся по выявлению данных нарушителей тоже на регулярной основе, и данные нарушителей привлекаются к административной ответственности. А что касается водителей, которые паркуются на местах, предназначенных, выделенных для инвалидов, в этом направлении проводятся какие-то рейды? Конечно, рейды и рейды, и повседневная работа по эвакуации транспортных средств припаркованных нарушений правил дорожного движения. Эта работа на постоянной основе проводится. На местах для инвалидов, там, где стоят транспортные средства, они оборудованы данными знаками, значит, данные транспортные средства также подлежат эвакуации. И далее уже при разборе данного вида нарушения там на штрафной стоянке, либо еще где-то, значит, выявляются, то есть проверяются документы, и тогда уже выносится вердикт. Много таких у нас нарушителей, или все-таки научились парковаться люди по правилам, видя знак, инвалид, а кто уступает место? Ну, я скажу так, факты такие все-таки периодически имеют место быть, но скажу, что когда мы начинали эту работу, конечно, было немножко тяжело в плане того, чтобы народ был еще попросту не приучен к этому, то когда уже работа пошла, и начали выявлять и наказывать таких нарушителей, конечно, народ стал уже более относиться к этому осознанно и уже не нарушают. Ну, раз уж мы затронули тему эвакуации, у сочинцев много вопросов к работе эвакуаторов. Как вы можете оценить эту работу? Ведь в эвакуации автомобилей участвуют в том числе и полицейские. Полицейские вместе со службой эвакуации работают в единой связке. Что вы можете сказать? Нарекания оправданы они или нет? Какую можно сегодня оценку поставить вот этой большой работе? Ну, говорить об эвакуации транспортных, мы все прекрасно понимаем, как я уже озвучил, только в городе Сочи у нас зарегистрировано больше 200 единиц транспортных средств. К сожалению, центральная часть города у нас не в состоянии вместить все транспортные средства, которые могли бы располагаться без нарушений правил дорожения, не создавая помех центральной части города. Соответственно, все эти решения по, допустим, ограничению парковок, установлению дорожных знаков там, где это нельзя, все это на уровне администрации, на комиссии по БДД принимаются решения по установке этих знаков и, соответственно, потом проводится работа по эвакуации. Все это, конечно, делается для того, чтобы город наш двигался. Потому что центральная часть города, я скажу как бы про центральную часть города, у нас схема движения такова, что если где-то возникают заторы на одной из улиц, соответственно, начинает замыкаться весь город. Поэтому потом много нареканий со стороны наших водителей, жителей, гостей, что мы вот там отдыхали, там в городе Сочи заторовые ситуации. Все это делается для того, чтобы исключить заторовые ситуации. Ну и, соответственно, эта работа продолжается по эвакуации, она будет, потому что, ну, к сожалению, у нас еще очень много граждан, которые бросают автомобили, вроде бы, как бы поясняют, что я вот на одну-две минуты выскочил. Тем не менее, за эти две-три минуты он создает заторовую ситуацию и создает громадное неудобство для жителей нашего города. Ну а что касается самих эвакуаторщиков, вот люди некоторые жалуются, что порой они выезжают без экипажа ГИБДД, самостоятельно где-то эвакуируют автомобили. Как вот ведется борьба с вот такими эвакуаторами, которые вот такую неправильную ведут политику, нечестную по отношению к людям, даже тем, которые неправильно припарковались? Есть такие случаи? Они имеют место быть? Ну, таких случаев нет. Заявления к нам поступают, люди жалуются. Ну, понятно, что не всегда это оправдано. Конечно, человек после того, как у него украли машину, испытывают какую-то, ну, скажем так, мягко говоря, обиду на госавтоинспекцию, да, несмотря на то, что он нарушил правила дорожного движения, поэтому они, бывают факты, когда пишут, там, жалуются, фактов эвакуации транспорта без сотрудников госавтоинспекции, ну, таких фактов нет. Госавтоинспектор всегда выезжает на место нарушения, он фиксирует данный факт, фиксирует именно сотрудник госавтоинспекции. После этого автомобиль эвакуируется на штрафную стоянку. Ну, и хотелось бы, чтобы вы напомнили, наверное, куда нужно обращаться людям, потому что зачастую люди выходят, не обнаруживают своего автомобиля на месте, начинается паника, не знают, куда звонить, куда обращаться. Может быть, есть какой-то номер телефона, по которому можно позвонить, узнать, был ли эвакуирован автомобиль, или что с ним вообще произошло? Значит, телефон диспетчерской службы эвакуации города Сочи, это плюс семь, девятьсот восемьдесят восемь, двести тридцать три, пятьдесят пять, шестьдесят семь. Вы всегда можете набрать на этот номер и уточнить, где находится ваш автомобиль. То есть там подтвердят, эвакуирован ли он и куда он отвезен? Конечно. Там подтвердят факт эвакуации автомобиля и назовут ту штрафную стоянку, куда он был доставлен. Отлично. Ну и еще в адрес нашей программы приходит немало вопросов. Ну вот один из них от наших телезрителей. Дорожная разметка на улице Донская. Сами водители говорят о том, что неплохо было бы установить светофор в районе поворота на улицу Пасечную. Такое решение намного бы уменьшило заторную ситуацию. Понятно, что ГИБДД не устанавливает светофорные объекты и не наносит разметку, но вполне может выйти с таким предложением в администрацию города. Как можете прокомментировать ситуацию на улице Донской и Пасечной? Данный вопрос касаемо улицы Донской уже давно прорабатывался. Когда у нас была реконструкция улицы Донской, то есть ее расширение дорожного полотна, все это было сделано для того, чтобы увеличить пропускную способность данной улицы. Соответственно, согласно статистике, прорабатывалась дислокация технических средств организации дорожного движения улицы Донской, куда входила там и разметка, и дорожные знаки, и светофорное регулирование. Я просто приведу маленький пример. До реконструкции и до того, как была изменена схема организации движения в части нанесения дорожной разметки, по улице Донской было зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий, причем половина из них была там, где пострадали у нас люди. Это было связано с тем, что у нас был разрешен левый поворот на примыкание. Очень много было нареканий на этот счет после того, как была изменена схема. Но, как показала жизнь, статистика, значит, в настоящее время дорожно-транспортных происшествий сократились более чем в три раза, причем и пробок стало меньше. Ведь я понимаю, что проще проехать, допустим, с левым поворотом куда-то себе домой, чем проехать лишние 100-200 метров, развернуться и заехать. Но когда у нас движение идет в постоянном режиме, оно двигается, меньше возникает каких-то у наших водителей нервов, нареканий. Но у нас стала ехать улица Донская. То есть все едет, движение идет бесперебойно. И говорить сейчас о каких-то заторовых ситуациях по улице Донской, ну, наверное, не приходится. Если они и возникают, то, наверное, по другим причинам. Если совершается какое-то дорожно-транспортное происшествие, либо еще что-то. А так движение идет бесперебойно. То есть в светофор там, как вам кажется, нет надобности? Данный вопрос мы уже, госавтоинспекция, мы обсуждали на комиссии по безопасности дорожного движения в администрации. В настоящий момент сейчас этот вопрос еще прорабатывается. Проработать его надо с учетом интенсивности движения, потоков, той статистики, которая необходима для расчетов. Говорить о том, что мы захотели и поставили какое-то техническое средство регулирования дорожного движения, ну, наверное, нужно какое-то обоснование. То есть расчеты, и тогда уже будет понятно, нужен ли он там или не нужен. В настоящее время эта работа проводится. Я думаю, что в ближайшее время решение по светофорному объекту все-таки будет принято. Ну и, как мы уже говорили с вами в начале программы, что очень много машин ожидается снова в курортный сезон, который уже совсем скоро, не за горами. Какая ситуация прогнозируется на наших дорогах? И вот что будет сделано со стороны госавтоинспекции, чтобы, может быть, как-то разгрузить потоки, исключить аварии и так далее? Ну, в преддверии летнего курортного сезона мы все прекрасно понимаем, что, конечно, опять пойдут к нам гости. Будет увеличение большой приток транспорта. Ежегодно мы планируем дополнительные мероприятия. То есть мы вносим изменения в существующую дислокацию постов и маршрутов, дорожно-патрульная служба. Наряды, значит, передислоцируются в те конфликтные точки или точки там, где у нас возникают заторовые ситуации для осуществления регулировочно-распределительных действий. Дополнительно, значит, мы рассматриваем вопросы там, где это необходимо, значит, изменение схемы движения, если это потребуется, конечно. И установка дополнительных технических средств организации дорожного движения. Это имеется в виду и дорожные знаки, где-то временные светофоры мы устанавливаем, так как это у нас в поселке Лоу происходит ежегодно. Почему? Потому что там очень большой приток пешеходов, и, соответственно, у нас возникают заторовые ситуации. Также запланировано, мы планируем очень перевести. Конечно, в летний сезон госавтоинспекция работает в усиленном варианте. Мы все прекрасно понимаем, мы к этому готовимся. И мы готовы нести свою ношу, как говорится, для того, чтобы жители нашего города и гости нашего города были довольны и меньше было каких-то нареканий. Ну и в заключении нашего программы, может быть, что-то пожелаете нашим телезрителям? Участникам дорожного движения, водителям, пешеходам? Я хочу обратиться ко всем участникам нашего дорожного движения, к водителям, пешеходам, гостям нашего города, к жителям. Соблюдайте правила дорожного движения, будьте примером для своих детей и помните, что соблюдение правил – это залог вашей безопасности. Олег Владимирович, спасибо большое за очень интересный разговор. Спасибо, что согласились прийти в нашу студию. Спасибо вам большое. Я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня был начальник отдела ГИБДД ОВД по городу Сочи, подполковник полиции Олег Федотов. Ну и вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...